Громкая музыка, радостные лица. Зрители начали подтягиваться к обновленному цирку задолго до начала представления. 30 октября теперь можно считать днем рождения Ивановского цирка. Такого знакомого каждому жителю города, но все же нового. В предвкушении праздника и взрослые, и дети. Изменилось оно, конечно, колоссально. Преобразилось на глазах. В течение года я считаю, что проведена очень огромная работа. Я думаю, что это здание украсит наш город. В цирке когда последний раз? О, даже страшно вспомнить. Очень давно. Надеемся увидеть новые обновленные здания и хорошую программу. Тигр! Открытие цирка – событие знаковое не только для города, но и в целом для страны. Потому для того, чтобы перерезать красную ленточку, в Иваново приехали важные гости. Министр культуры России Владимир Мединский, депутат Государственной Думы Иосиф Кобзон, генеральный директор компании «Росгосцирк» Вадим Гоглоев. Для почетных гостей организовали экскурсию по реконструированному цирку. Это манеж, это зрительный зал. Вот конюшня, мы сейчас туда сходим. Ну, гримерки артистов. Конечно, министру культуры сложно представить, что для ивановцев значит эта реконструкция. Ведь он видел здание до ремонта только на фото. Состояние было, мягко говоря, неприятное. И даже аварийное. Тут уж не до веселья. Ни зрителям, ни артистам. Хороший цирк. Комиссия мне подошла уборщик. Говорит, вам больше окнать. У вас кирши по номеру бегут. А груди, я не бегаю. Они все подобные от холода. Потому что реально ничего не работает. Видать, сегодня уже середина октября. Причем холодно-то уже давно. Смотрите, это весь цирк похож на бомбоубежище. Но это теперь в прошлом. Цирк снова молод и хорош собой. Светлые коридоры и фойе – удобное закулисье. Министру показать не стыдно. Абсолютно нового качества сооружения. Здесь не идет о ремонте. Полностью заменена вся инженерия. Все технические помещения тотально переоборудованы. Новый свет, новый звук, новая вентиляция. Созданы хорошие условия для работы. Но это самое главное для зрителя. Для меня, как коренного ивановца, цирк, как и для многих, это совершенно особое сооружение. Я помню, как мы все вместе переживали, когда в 70-х годах сжигали и разбирали наше старое любимое здание. И, конечно, сегодня, когда цирк начал ветшать, мы все очень беспокоились. И я искренне благодарен и Министерству культуры, и Росгосцирку, что на наш цирк пал такой выбор. 500 миллионов, и мы имеем новое сооружение, где будут и цирковые представления. Я уверен, будут и другие мероприятия, представления, празднества. Зал замер в предвкушении праздника. Артисты готовы. Идут последние приготовления к представлению. Когда поднимется занавес, начнется новая красочная страница в долгой истории Ивановского цирка. Наталья Бутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.